Вести Карачаева, Черкесия Решение президента России Владимира Путина На частичной мобилизации прокомментировал глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Далее цитата. Не просто с вооруженными силами Украины, но и по факту силами НАТО, объединенными силами Запада. Объявленное решение о мерах по усилению группировки российских войск на Украине абсолютно верно и своевременно. Сейчас мы видим, как накачивается оружием Украина, причем укрепление идет за счет 30 части западных элит. Их цель далеко не интересы граждан Украины. Воюя с нашей армией, они воюют со всеми нами, россиянами. Их истинная цель – развал нашей страны, разделение ее на мелкие суверенные государства. Настало время показать наше единство, любовь к родине, наши искренние стремления и готовность обеспечить надежный отпор любым угрозам нашему государству и защиту его граждан. Закончилась цитата руководителя республики. Георгиевскую ленту приравняют к символам воинской славы. Данный законопроект «Единая Россия» Госдума приняла в первом чтении. После вступления документа в силу за публичное сквернение Георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность. Это поможет пресечь нападки на символ победы в Великой Отечественной войне. В Северокавказском институте филиале «Ранхикс» в рамках федерального проекта «Содействие занятости» продолжается бесплатное обучение граждан по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Подробности сообщил директор Северокавказского института филиала «Ранхикс» Азамат Лисов. В Карачаево-Черкесии в рамках нашей квоты повышение квалификации и переподготовку могут пройти 200 жителей республики. Самые разные программы. Это и кадровый аудит, это и оценка недвижимости, это и программы, связанные с управленческими компетенциями и так далее. Поэтому спектр очень обширный, и я уверен, что те программы, которые реализует Президентская академия, позволят нашим гражданам улучшить свое положение и в организации, и найти новую работу в случае такой необходимости. Карачаево-Черкесию Министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию. Старшеклассники Карачаево-Черкесии смогут пройти бесплатные курсы программирования. На портале Госуслуг продолжается прием заявок от учеников на прохождение бесплатных курсов. Начать обучение можно уже в этом году, его пройдут более 100 тысяч школьников. Курсы рассчитаны на два года и включают в себя четыре учебных модуля. В 2023 году в Карачаево-Черкесии планируется создать еще три молодежных проектных офиса. Задача проектного офиса и экспертов – дать молодежи возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений. Об этом сообщил советник министра по делам молодежи республики Расим Попшулов. В данный момент идут территориальные рассмотрения, а так мы хотим развивать не только город Черкесск. Вот это большая проблема, когда только в одном городе сосредоточены все ресурсы. Мы хотим открывать такие площадки, как и в городе Карачаевск и в муниципальных деток. Много людей выпадает из этого процесса. Человек после учебы, после работы вечером сел и для себя такой небольшой досугу устроил, там посидел, поработал. И для жителей города Черкеска, естественно, это удобно, там приехал в офис, посидел, поработал, добраться до дома недалеко. Но если мы там, например, рассматриваем ребят, которые каждый день ездят, им, естественно, неудобно оставаться, задерживаться. Поэтому мы хотим в долгую сыграть и открывать такие точки и в муниципалитетах тоже. В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» завершился полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Карачаево-Черкесию представляла Дарья Брянцева, студентка первого курса Международного колледжа «Полиглот». В рамках полуфинала участники решали кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов. Кроме конкурсных испытаний, полуфиналисты участвовали в мотивационных встречах, лекциях и мастер-классах от партнеров проекта «Большой перемены». В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева продолжаются работы по капитальному ремонту общежития для студентов. Компания по капремонту вузовских общежитий реализуется в России с прошлого года по инициативе партии «Единая Россия», комментирует информацию ректор университета Таусултан Узденов. Мы к концу этого года, к концу декабря, мы должны полностью завершить и отчитаться перед Министерством науки и высшее образование о завершении ремонта. Что касается дизайна наших проектов, это такой очень современный студенческий молодежный проект, итальянский проект был в фасадах именно в таком свете. Но они в таком темном свете не останутся, на них будут наложены специальные аппликации из железа, которые будут отражать игра света, тени. Это все будет очень интересно и привлекательно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фамилия Узденовых На торжестве по этому случаю побывал и известный российский спортсмен Сергей Харитонов. Он принес еще одну хорошую новость. Их не менее знаменитый родственник Марат Узденов стал вице-президентом Федерации универсального боя России. На средства гранта Фонда культурных инициатив благотворительный фонд созидания реализует проект страницы века к столетию Государственной национальной библиотеки Карачаева-Черкесии имени Халимат Байрамуковой. Как отметила руководитель проекта Ася Байрамукова, он направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Карачаева-Черкесии путем создания серии документальных фильмов о библиотеке. Видеокнига, ну это мы так красиво назвали документальный фильм о библиотеке. И видеокнига, как любая другая книга, будет содержать несколько глав. Ну в нашем случае это пять глав. Каждая из глав будет посвящена определенной теме, но всех их будет объединять национальная библиотека. В одной главе мы там рассказываем про сотрудников, про тех, кто там работал когда-то, про их обычаи, традиции. Ну что-то вроде семьи, потому что коллектив — это семья. В другой главе мы будем рассказывать про историю становления библиотеки, про роль библиотеки в культурной жизни Карачаево-Черкесской республики. В другой главе мы будем рассказывать о писателях и поэтах, в судьбе которых библиотека сыграла тоже не последнюю роль. И пятая глава, она как заключительная будет, у них же будет праздничное мероприятие. В октябре хотим это отнять как отдельную главу. Но мы хотим показать через каждую главу, насколько важна библиотека в судьбе и самой республики, и в судьбе наших поэтов и писателей. Мы их будем объединять в итоге в один фильм, чтобы у зрителей, у всех желающих была возможность в каком-то одном файле это все посмотреть. Мы, кстати, хотим потом вот этот общий документальный фильм показать во Дворце культуры города Черкеска, там на большом экране, пригласить гостей. В Изюгутинском районе начал работу экологический проект «Это не наш мусор, но это наш город», реализуемый общественной организацией КЧР «Территория жизни». В его рамках пройдет серия уборок на территории муниципального образования. Будут размещены эколого-пропагандистские баннеры, а в образовательных учреждениях состоятся эколого-просветительские уроки. Участники проекта уже провели масштабную уборку на территории популярного места отдыха минерального источника Морзабе-Качи в окрестностях станицы Красногорской. А на центральной улице Усть-Джигуты уже установили первый информационный баннер проекта «Это не наш мусор, но это наш город». Прокуратура Карачаева Черкесии требует ликвидировать несанкционированную свалку в 1000 квадратных метров в одном из поселений республики. Она выявлена на территории Октябрьского сельского поселения Прикубанского района. В результате окружающей среде причинен экологический вред в размере около 500 тысяч рублей. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило несанкционированную свалку на землях сельхозназначения недалеко от аула Дженгирик в Карачаево-Черкесии, комментирует информацию заместитель начальника отдела государственного земельного надзора управления Светлана Никулина. При выездном обследовании установлено, что земельный участок, предназначенный для выпаса сельскохозяйственных животных и находящийся в ведении администрации Карачаевского муниципального района, не использовался по назначению. В северной части сельхозугодий имеется захламление коммунальными бытовыми отходами на общей площади 21 квадратный метр, не обработаны древесины и железобетонными изделиями. При этом сельхозучасток находится в зоне с особыми условиями использования территории – водоохранной зоне реки Тиберда. Управлением Росельхознадзора администрации Карачаевского района объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. Около 500 тонн картофеля и 3000 тонн подсолнечника уже собрано на полях республики. Уборочные работы по картофелю произведены на площади 73 гектара, а подсолнечник убран на площади 1605 гектаров. По данным регионального минсельхоза в Карачаевой Черкесии обмолочено зерновых колоссовых и зернобобовых культур на площади 30 305 гектаров. Намолочено 111 252,5 тонны зерна. В ауле Хабес начнется строительство нового здания для лицея на 254 места. Так как существующее здание уже признали аварийным. О том, что будет в новом здании, рассказала директор лицея Елена Кетова. Новые кабинеты, оснащенные современным оборудованием, новая территория, это новая спортивная площадка, зеленая зона, ну и соответствующее все, это будет соответствовать именно новым стандартам. Средство начнется в начале 2023 года и к концу 2024 года у нас будет новое здание и все оборудования тоже будут соответственно именно вот к этому строку. Еще одна российская вакцина от коронавирусной инфекции поступит в продажу в эти дни. Препарат «Канвасел» поступит в гражданский оборот после выдачи Росздравнадзором разрешительных документов. Между тем, пятигорские врачи научились распознавать коронавирус у бессимптомных носителей, адаптируя фиш-тест под коронодиагностику. Медики научились распознавать не только размножающийся коронавирус, но и так называемый спящий, который часто присутствует у бессимптомных носителей COVID-19. Такой человек представляет для окружающих не меньшую опасность, поскольку передает инфекцию гражданам с ослабленным иммунитетом. Сотрудниками уголовного розыска Черкеска по улице Костахитогорова, республиканской столицы, по подозрению в сбытии наркотиков были остановлены двое граждан Таджикистана, 22 и 20 лет. В ходе досмотра у подозреваемых изъяли 231 сверток с героином. Установлено, что молодые люди установили на территории города тайники закладки с наркотическими средствами по пяти адресам. Для дальнейшей реализации бесконтактным путем. Оба подозреваемых задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесии в очередной раз обращается к жителям республики быть более бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Не забывайте, что работники банков никогда не звонят клиентам с вопросами о персональных данных и не пугают потери денежных средств. Они не просят назвать данные банковских карт клиентов, либо поступившие посредством СМС одноразовые пароли. Работники финансовых учреждений не просят клиентов оформить кредитные продукты, а затем перевести деньги на неизвестные счета. Банк России публикует на своем официальном сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности. Это финансовые пирамиды, черные кредиторы, нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе нелегальные форекс-дилеры. Комментирует информацию заместитель управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Рауф Тугов. Список компаний с признаками нелегальной деятельности можно найти, кликнув на раздел «Проверить финансовую организацию» на главной странице сайта Банка России. После этого в поисковике можно указать название, ИНН, либо адрес сайта организации. И если компания окажется в этом списке, то стоит насторожиться. Скорее всего, это мошенники. Сейчас в перечне уже почти 7 тысяч сомнительных компаний и интернет-проектов по стране. Банк России выявляет их при помощи специальной системы мониторинга, а также на основании обращений граждан и организаций. Данные обновляются ежедневно. Публикуя этот список, мы в первую очередь стараемся предупредить жителей о возможных мошенниках, своевременно ограничить общение с такими компаниями и свести к минимуму потенциальные риски. Артисты Республиканской государственной филармонии представили на суд маленьких зрителей волшебника изумрудного города и окунули ребят в атмосферу сказки. Костюмированный мюзикл, поставленный Ставропольским режиссером Евгением Пересыпкиным, пришелся по вкусу всем, кто находился в зале филармонии. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, дождь, местами сильный дождь, в отдельных районах сильный ливень, очень сильный дождь, местами туман. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-18, в горах местами до плюс 13. В Черкесии днем дожди, ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 18 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаево-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок 8 878 2 26 36 32. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. Вы слушали Радио России, Карачаево, Черкесия.